Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем серию обучающих уроков по SCADA-системе ZEU. В прошлый раз мы начали знакомство со SCADA-системой с создания простого проекта, где реализовали измеритель температуры с выводом графиков самописец и сохранением результатов файлов. Сегодня мы дополним нашу измерительную систему сигнализацией при выходе измеренного параметра за допустимые пределы. Наверное, каждый из нас сталкивался с такой ситуацией. Смотришь прямую спортивную трансляцию и тут захотелось чаю. Приходишь на кухню, ставишь на плиту чайник, чтобы вскипятить воду, а сам уходишь обратно смотреть телевизор и забываешь про чайник. Не забывали про него только те, у кого был чайник со свистком, который сигнализировал о том, что вода закипела. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Как сделать так, чтобы наша измерительная система сигнализировала нам о том, что температура достигла определенной отметки. Давайте приступим! Открываем созданный нами SCADA проект демо и продолжаем его доработку. Добавляем компонент селектор. В нем мы будем задавать пороговое значение, при выходе за которое будет происходить сигнализация. Добавляем компонент световой индикатор. Это лампочка, которая будет загораться зеленым цветом, если произошло превышение. Добавляем компонент сравнения. Это как раз тот компонент, в котором будет происходить сравнение текущего измеренного параметра изучения с его порогом. И также добавляем компонент сообщения. Этот компонент будет сигнализировать нам о том, что произошло превышение. Теперь соединяем все линиями. И настраиваем свойства компонента. В компоненте селектор ничего менять не будем. Там просто будем назначать то пороговое значение, при превышении за которое будет происходить сигнализация. Но текущее значение у нас единица. Давайте поставим его 36. Температура 36 градусов. В компоненте сравнения оставляем реакцию только на первую ножку. Потому что при изменении порога реакции быть не должно. В компоненте световой индикатор в выключенном состоянии. Давайте поставим свет на серый. И в компоненте сообщения. Поменяем строку. Звук у нас доступен. Назовем кнопку не квитировать, а хорошо. И сделаем, чтобы это было в отдельном окне. Не забываем сохранять проект. Теперь переходим на вид оператора. И перетаскиваем компоненты. Данный компонент сообщения, поскольку будет выскакивать в отдельном окне, можно убрать за пределы видимости впоследствии, чтобы он не был виден. Компонент порог поставим чуть пониже. Ну и здесь рядом расположим лампочку. Сохраняем проект. И компилируем приложение, чтобы его запустить. Приложение сформировано. Мы закрываем проект и запускаем уже приложение. Масштабируем окно, чтобы у нас не было видно нашего компонента, который нам не нужен. И нажимаем кнопку старт, так как канал у нас уже был выбран. Соответственно, текущая температура у нас 25,9, примерно 26 градусов. И порог 36. Давайте изменим порог градусов на 30. И возьмемся рукой за термопару, чтобы можно было нагреть. Вот температура поползла вверх. И у нас работала сигнализация. Мы нажимаем стоп. Измерения прекратились. Мы квитируем окно предупреждения. И можно продолжать дальше измерения. На следующем уроке мы рассмотрим, как дополнить нашу измерительную систему функции вывода и сохранения отчета по проделанным измерениям. А сегодня на этом все. Всем большое спасибо за внимание. Используйте аппаратное и программное обеспечение Z-Lab. Следите за обновлениями на нашем канале. И не болейте. Продолжение следует...